здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика в прошлом видеоролике про выбор реле напряжения для трехфазной сети я вам рекомендовал реле sr 723 от евроавтоматики ff беларусь по причине его гибкого функционала напомню что у данного реле можно выбрать два режима работы первый режим работы это трехфазный режим в этом режиме осуществляется контроль минимального и максимального напряжений асимметрии фаз контроль чередования фаз и контроль слепания фаз и соответственно при выходе за пределы уставок реле отключает потребителей сразу всех трех фаз этот режим необходим когда у вас имеются трехфазные потребители также имеется у данного реле и второй режим однофазный в этом режиме осуществляется контроль минимального и максимального напряжений отдельно в каждой фазе и при выходе его за пределы отключается только то фаза в которой произошла авария при этом каждую фазу можно индивидуально настроить как по напряжению так и по времени срабатывания этот режим выбирается при наличии однофазных потребителей подключенных к разным фазам трехфазной сети кстати данное реле имеет у нас номинальный ток до 63 ампер по каждой фазе только при этом пожалуйста не забывайте смотреть категорию нагрузки активно это у нас нагрузка реактивная нагрузка и тому подобное как видите это по сути три однофазных реле ср семьсот двадцать один только встроенных в один корпус а если посчитать то немного выгоднее даже приобрести не три отдельных однофазных реле а одно трехфазное и перевести его в однофазный режим но об этом чуть позже трехфазное реле получается еще и чуть выгоднее да и вдруг вы все же решите в дальнейшем установить какой-нибудь трехфазный потребитель виде ну того же трехфазного двигателя пусть это будет бетономешалка наждак ну или любое другое любой другой потребитель тогда вы можете без проблем далее эксплуатировать данное реле ничего в щите переделывать не нужно будет а в случае с однофазными реле тут этот фокус уже не пройдет потому что при обрыве одной из фаз реле у вас отключить только ту фазу на которой была авария а две другие фазы останутся под напряжением то есть в работе соответственно питание трехфазного потребителей от двух фаз приведет к выходу его из строя ну не всегда но при имеющейся большой нагрузки на валу того же двигателя сейчас сильно вдаваться в подробности реле ср-723 я не буду так как она очень схожи с однофазным реле ср-721 в том числе и по техническим параметрам то есть температура эксплуатации у них одинаково коммутационная способность сечение подключаемых проводников кроме нулевого проводника у трехфазного реле здесь клемма немножко меньше поэтому я расскажу про отличие которые касаются трехфазных функций данного реле как видите трехфазное реле занимает шесть модулей на один рейке ну как я уже говорил она по сути состоит из трех однофазных реле однофазный реле занимала у нас два модуля на один рейке сразу бросается в глаза это отсутствие вот такой вот закрывающийся крышки для защиты выставленных уставок реле а ведь хорошая идея была для некоторых ситуаций закрывающаяся крышка может являться очень важным критерием но здесь почему-то ее убрали в принципе могли бы сделать какую-то наверное общую закрывающуюся крышку и с возможностью той же пломбировки как это вот сделано вот здесь подключается реле достаточно просто три фазы мы подключаем на клеммы соответственно l1 l2 l3 с источника а 0 подключаем на нулевую клемму здесь хотел бы акцентировать внимание на том что силовой 0 сюда подключать не нужно поэтому здесь и сделана клемма для подключения проводников с гораздо меньшим сечением этот ноль здесь необходим лишь для контроля фазных напряжений а вот по выходу у роли имеются некоторые нюансы выхода здесь два вот видите есть l1 это вход у нас фаза и есть два выхода l1 штрих и l1 2 штриха и так по каждой фазе l2 штрих l2 штриха и так далее так вот выходы l1 штрих l2 штрих и l3 штрих предназначены для нагрузки до 63 ампер а выходы l1 2 штриха l2 2 штриха l3 3 штриха для нагрузки до 30 ампер при этом нужно учитывать что суммарный ток по обоим выходам не должен превышать 63 ампера то есть номинальный ток данного реле зачем так сделано если честно я не совсем понимаю скорее всего для каких-либо удобств при разделении цепей после реле хотя я не вижу никаких проблем чтобы грамотно распределить и разделить цепи у реле даже с одним выходом ну вот например у того же однофазного реле не сделали два выхода хотя тоже в принципе могли бы в общем не совсем этот момент я понял ну и давайте теперь рассмотрим более подробно эти самые два режима и начнем мы с трехфазного режима выбирается необходимый режим следующим образом при отключенном питании необходимо нажать и удержать кнопку плюс а затем включить питание на реле и дождаться отображения на дисплее либо 1 ph либо но однофазный режим либо 3 ph трехфазный вот и отключил нажимая плюсик и включая питание оп спите 1 ph то есть здесь мы можем переключить либо 3 ph либо 1 ph ну одна фаза соответственно три фаза начнем как я говорил с трехфазного режима индикация дополнительная информация у реле осталось без изменений один в один как у однофазной версии вот нажимаем плюс и пошли фэр это последняя авария фэр эль вот стоит это значит последняя по авария была по нижнему порогу если стоит фэр и здесь стоит аж значит последняя авария была по верхнему порогу у лоу то есть это минимально зарегистрированное напряжение 219 219 220 далее у хай то есть это максимальное зарегистрированное напряжение у реле пока это назначение 220 220 222 это очень удобно ведь через какое-то время можно посмотреть максимумы и минимумы за определенный период времени далее идем так т стоит 0 т это время в часах прошедшие момента последнего включения исполнительных реле то есть вот этих внутренних реле данного устройства то есть 0 часов назад было последнее отключение по нижнему порогу как мы уже видели и согласитесь это очень удобная и необходимая функция всегда можно посмотреть когда было последнее срабатывание реле хоть с какой-то примерной привязкой по времени приехали два часа назад допустим да вас стоит цифра 2 значит два часа назад была сработка у других реле подобного функционала я не встречал даже у зубра так ну идем далее по меню это у нас с нт это количество отключений исполнительного реле ну исполнительных реле данного устройства из-за аварий с момента последнего сброса 0 но сейчас у нас напряжение в норме в пределах заданных уставок можно сказать как видите отображается уровень напряжения каждой фазы реле у нас включает нагрузку и на его лицевой стороне соответственно вот горят три желтых светодиода или один или два или три давайте посмотрим погрешность это у меня поверенный прибор аппа 97 вы уже с ним знакомы если давно подписаны на мой видеоканал первая фаза у нас 220 вольт это отображение на дисплее реле и здесь у нас прибор показывает 217 вольт вторая фаза 220 здесь ровно здесь у нас двести семнадцать и семь и третья фаза у нас двести двадцать один а здесь у нас двести девятнадцать вот такой вот есть небольшой разбег причем сразу бы хотелось отметить что у данного реле нет никакой калибровки как это кстати было у того же жили зубр очень хорошая функция была что можно было отрегулировать показания дисплея более точнее но скажу сразу что это и не принципиально нужно у нас не высокоточный измерительный прибор чтобы отстраивать уровень напряжения на дисплее прям точь-в-точь как высококлассных приборов нет в этом необходимости то есть погрешность у нас примерно составляет около двух трех вольт данная погрешность вполне укладывается в заявленные два процента по паспорту а теперь перейдем к настройке уставок для этого нам нужно нажать кнопку set и с помощью кнопок плюс минус мы можем перемещаться по меню первый пункт у нас меню будет это а по это выдержка времени автоматического повторного включения находимся сейчас она у нас выставлена 0 минут 2 секунды давайте увеличим что далеко побежал до 5 секунд нажимаем set в то есть функция pv регулируется в пределах от 2 до 599 секунд то есть проблем при наличии вашей сети компрессоров и прочего подобного оборудования не будет так идем далее у лоу стоит 180 вольт ну так и оставим уставка по нижнему порогу то есть по понижению напряжения регулируется в пределах от 140 до 210 вольт задержка времени отключения реле по нижнему порогу сейчас установлена у нас одна секунда а вообще имеется возможность регулирования нее этой уставки от 0 5 до 25 секунд так идем далее ухай то есть это у нас уставка верхнего порога то есть уставка при повышении напряжения данном случае стоит у нас 245 давайте сделаем 260 зафиксировали данную уставку можно регулировать в пределах от 240 до 300 вольт т-хай ну это и соответственно задержка отключения по верхнему порогу у нас выставлена 0 1 секунда здесь имеется возможность настроить выдержку срабатывания по верхнему порогу от 0 1 секунды до 5 секунд дальше у нас идет у а с это у нас уставка допустимой асимметрии фаз выражаемая в вольтах сейчас установлена 40 вольт ну давайте так пока и оставим а вообще ее можно регулировать в пределах от 20 до 100 вольт идем далее это т а с это у нас задержка отключения реле при возникновении асимметрии ее можно регулировать в пределах от 0 5 до 25 секунд ну давайте я немножко здесь добавлю 3 секунды поставлю так идем далее это у нас рот это контроль чередования фаз он это значит сейчас он включен если нажать off соответственно он будет отключен оставляем контроль чередования фаз включенным идем далее это call call это у нас контроль слепания фаз настраивается тоже либо включен либо отключен я оставляю включенным так давайте проверим уставку повышение напряжения итак поехали напомню что она у нас установлена на уровне 260 вольт так крылья еще не сработало напомню что выдержка у нас стоит 0 1 секунда то есть практически мгновенно об как видите реле отключилась здесь у нас появилась индикация ехай что символизирует о том что напряжение у нас выше верхнего порога и реле полностью отключила потребителей всех трех фаз напомню что режим у нас трехфазный так ну вот сделали 274 и давайте восстановим напряжение и пошел отчет времени а пв включилась то есть при 253 реле у нас восстановила питание потребителей так давайте теперь проверим нижний порог напомню что у нас установлена уставка 180 вольт выдержка времени у нас установлена одна секунда реле отключила у нас потребители всех трех фаз на дисплее горит индикация елло что у нас напряжение ниже установленного нижнего порога кстати у нас напряжение питания реле находится в пределах от 100 до 450 вольт давайте посмотрим при каком напряжении у нас пропадет индикация вот уже 30 вольт но все еще работает оп ну где-то до 25 вольт наверное реле полностью перестала функционировать но при 63 вольтах реле стало вновь функционировать ну и поднимаем обратно напряжение до номинального вот пошел пошла выдержка времени а по в 5 секунд и реле включила наших потребителей отлично идем далее это у нас асимметрия напряжения напомню что у нас асимметрия выставлена на уровне 40 вольт то есть нам необходимо сымитировать разницу напряжение между у какой-нибудь каких-нибудь фаз 40 вольт а именно уменьшить напряжение в фазе а вот у нас начинают уменьшаться напряжение это где-то должно значит на 180 у нас реле сработать оп все реле сработало и отключила потребителей всех трех фаз так у нас здесь сработала не та защита которую мы ждем поэтому я сейчас делаю следующим образом я настрою улоу на 180 на 170 асимметрию выставлю 30 вольт ну немножко сделаю такой разбег между ними время у нас асимметрии 3 секунды ну давайте так и оставим так поехали начинаем уменьшать напряжение оп здесь высвечивается индикатор и ас то есть асимметрии напряжений и видим ровно 30 вольт между 220 вольт и 190 отлично но им как вы заметили было большая выдержка времени как раз около трех секунд потихоньку увеличиваем напряжение обратно все еще горит ошибка оп пошла выдержка времени apv оп реле включила всех своих потребителей при 197 вольтах следующая у нас проверка реле на контроль чередования фаз за чем необходимо контролировать и проверять чередование фаз в трехфазной сети это необходимо для правильного подключения трехфазных потребителей а в особенности трехфазных двигателей при прямом подключении фаз они будут вращаться в одном направлении а при обратном чередовании фаз в другом также чередование фаз необходимо учитывать при подключении счетчиков электрической энергии но это больше относится к кондукционным стареньким счетчикам хотя у современных счетчиков set 4tm или psc 4tm при обратном чередовании фаз также выдается на экран ошибка уведомления существует три варианта прямого следования фаз это а b c b c а и c а b также есть три варианта обратного следования фаз это c б а а c б и б а c сейчас у меня установлена прямое чередование фаз фаз а b и c и сейчас я принудительно специально произведу смену чередования фаз то есть поменяем местами выводы а и b таким образом у нас получится чередование а c и b то есть один из вариантов обратного следования фаз то есть вот вы видите я поменял два проводника местами так включаем реле идет готовность оп и сразу у нас возникает ошибка то есть видите потребители у нас отключены светодиодные индикаторы не горят а на экране появляется ошибка error это и есть у нас нарушение чередования фаз кстати у меня на канале имеется два видеоролика про чередование фаз первый ролик совсем давний наверное 2011 или 2012 года про один старенький фазоуказатель fu2 в дальнейшем вместо этого фазоуказателя мы приобрели себе санель узкие указатели ткф12 и о нем у меня тоже есть подробный обзор кому интересно то я ссылочки на эти видео оставлю в описании под видео переходите и смотрите и так схему я восстановил то есть сейчас у нас опять прямое чередование фаз а б и с как видите реле у нас включила наших потребителей все отлично идем далее контроль слепание фаз следующая функция реле слепание фаз это явление когда по двум питающим проводникам сети приходит только один без двига то есть два проводника по сути имеют один потенциал вот сейчас мы это и сымитируем это может произойти допустим в случае короткого замыкания двух фаз допустим произошел у нас схлест двух проводников проводники друг другу перекипели пригорели но при этом по одной фазе сработал передохранитель ну перегорел предохранитель а напряжение на второй фазе у нас сохранилось ну каким-то чудным образом такие ситуации кстати бывают достаточно часто их также необходимо отслеживать вот наша третья фаза я ее отключил вот сымитировал соединение нашей третьей фазы приходящей там на потребителя с нашей второй фазы то есть фаза б и фаза с в данном случае имеют один потенциал итак поехали так идет готовность оп и как видите сразу возникла ошибка эко что возникло слепание фаз вот она и как видите реле наших потребителей не включила итак я восстановил все наши фазы и соответственно реле у нас включила наших потребителей ну и конечно же я не могу не проверить обрыв нуля в трехфазной сети отключая ноль оп и реле у нас сразу отключается подключая ноль реле восстанавливает работу потребителей вот это все имеющиеся функции и защиты при трехфазном режиме а теперь давайте перейдем в однофазный режим и посмотрим некоторые нюансы в чем же у нас отличие однофазного режима от трехфазного ну как я и говорил здесь можно выставить защиту либо всех трех фаз либо каждой фазы по отдельности как уставки по напряжению так и по времени срабатывания в меню все здесь достаточно просто это настройка одинаковых параметров для всех фаз ну и далее у нас идет настройка параметров фазы L1 фаза фазы фазы сваливаемся в меню что chop?, где мы можно установить вредитель выдержку времени прокrawали проблему уставку при понижении напряжения систем выдержку времени при понижении напряжение ухо и уступка при повышении напряжения и не и кое-ккорер referendum В однофазном режиме никакой речи о защите чередования фаз, слепания фаз и асимметрии напряжений быть не может. Их здесь нет. Хоть как можно менять фазы, хоть как можно иметь разницу между фазными напряжениями и любую одноименность фаз. Ничего реле в этом режиме не контролирует. Ради интереса поменял местами фазу B и C, то есть сменил чередование фаз в однофазном режиме. Как видите, реле у нас никак на это не отреагировало, что и требовалось доказать. То же самое оно у нас проигнорирует асимметрию по фазным напряжениям и слепание фаз. Но давайте выставим, допустим, по фазе 1 превышение напряжения на 250 вольт, например. А по другой фазе, по фазе B, а вот 260 выставлю. По третьей фазе выставлю 270. Тоже с выдержкой 0.1. Вот, давайте посмотрим, как у нас будет срабатывать реле. Увеличиваем напряжение. Видите, у нас отключился потребитель фазы А. При достижении напряжения 250 вольт. Идем далее. Оп, отключился потребитель фазы B. И, соответственно, на каждой фазе горит у нас ошибка E-High. То есть превышение уставки верхнего порога. И давайте сделаем 270. Оп, и у нас отключается третья фаза. Вот, горит три ошибки E-High. Давайте потихоньку будем восстанавливать напряжение. Оп, пошла АПВ, выдержка АПВ третьей фазы. Оп, третья фаза включилась. Далее у нас пошла АПВ второй фазы. Вторая фаза включилась. И... Пошла выдержка АПВ первой фазы. Включилась. Отлично. Я уже говорил, что здесь можно отстроить каждую фазу индивидуально. Как по выдержке АПВ, как по времени срабатывания, так и по уровню напряжений верхнего и нижнего предела. То есть как вам удобно, как вам необходимо. То есть очень получается гибко. Ну и по традиции я решил разобрать данное устройство, чтобы посмотреть схемотехнику и характеристики внутренних реле. В принципе ничего нового здесь нет. Я уже разбирал однофазное реле SR721. И оно имеет в принципе тоже исполнение. Пайка достаточно качественная, мощная. Это у нас нулевой проводник. И три установленных реле. Также можно наблюдать баристерную защиту в каждой фазе. К платье, как и в прошлый раз, никаких нареканий у меня нет. Все чистенько, аккуратненько и выглядит достаточно убедительно и надежно. Ну и посмотрим реле. То есть у нас что в однофазной версии, что в трехфазной установлены одинаковые реле на 90 А. Что вполне соответствует заявленным характеристикам в 63 А. Плюс с еще достаточно хорошим запасом. Данное реле у нас поляризованное. Но об этом я уже рассказывал, когда рассматривал однофазное реле. Вот. И еще хотел бы показать. Вот у меня имеется два однофазных SR721. Но они друг с другом немножко отличаются. То есть у нас устройство слева. Это имеет версию 1.2. То есть более обновленная версия это у нас. Но тем не менее основная схема техника у них осталась абсолютно одинаковой. Практически. То есть используется аналогичный 90 А реле. С этой стороны мощные стоят варисторы. Ну в общем есть некоторые небольшие изменения. Ну а по большому счету все у нас в принципе осталось одинаковым. Так они в принципе в целом ничем друг от друга не отличаются. Ну видимо произведены какие-то небольшие доработки. И коль реле абсолютно одинаковые по схемотехнике, то никакие испытания на нагрев при максимальном токе я проводить не стал. Также не стал проверять данное реле напряжением 450 вольт. Безусловно, что оно его выдержит. Вот в принципе и все, что я хотел бы рассказать о трехфазном реле контроля напряжения SR723. На этом пожалуй все. Вот такой вот получился обзор данного реле. Если у вас есть вопросы, то обязательно спрашивайте в комментариях. По мере возможности я обязательно всем отвечу. Ну и если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет еще много всего интересного. Ну а с вами как всегда был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч!